Всем привет! Начинаем новый влог. Неделю практически не выпускала влоги. Расскажу, что у нас произошло. Я тут качаю малышку, потом буду убирать. Что у нас произошло за эту неделю? Мы ездили на бассейн, мы все так же сидим под кондиционером. И сегодня мы ездили в футбанк. Я возила свою знакомую первый раз за все пребывание в Америке в футбанк. Ей, ну, типа, понравилось, можно и так это назвать. Мы взяли продуктов бесплатных для тех, кто не в США. Рассказываю, футбанки это место, где дают бесплатные продукты. Не спрашивают там ни ID, ни ничего, то есть там имя, фамилия и все. И можно набирать продукты. Это, конечно, типа еще зависит от футбанка к футбанку, но типа все окей. Прошло 1 июля. Мы заплатили за наш дом первый раз, ну, аренду. Я уже рассказывала стоимость аренды. Но еще нам пришли счета за газ, воду и так дальше, за электричество. Вода и электричество у нас использовались как обычно, потому что, да, площадь дома стала больше, но нас-то больше человек в доме не стало. И мы все так же по ночам как бы спим, включаем свет только в определенных комнатах, в которых мы находимся, а это, по сути, только первый этаж. Поэтому, типа, счет за свет не увеличился сильно, там буквально на 15 долларов. Счет за газ. Раньше у нас не было газа в апартаментах вообще. Здесь у нас газовая плита. И, по-моему, как муж говорил, газовый подогрев горячей воды. Но это не точно. Я точно не знаю. Но плита 100% газовая. И газовая у нас и духовка. И нам пришел счет за половину месяца 47 долларов. То есть в месяц это порядка 100 долларов будет газ. Для нас это недорого. В целом, ну, нормально. То есть это окей. То есть за месяц будет порядка 100 долларов газ. И порядка там 100 долларов вода плюс электричество. То есть вот такие вот здесь коммунальные услуги. По сравнению с Украиной, я бы тоже не сказала, что это сильно дорого. Потому что сейчас в Украине такие цены на коммунальные услуги, что, типа, бывает и подешевле, скажем так. Вот. Поэтому нас, в принципе, это устроило. У нас проблема появилась. Мы никак не купим газон и косилку. У нас не покошена трава. Теперь я еще за это переживаю, что у нас не покошена трава. Ребенок выходит там гулять. Чтобы там не завелись никакие букашки всякие. Но мы, конечно, потравили их. И покосим траву еще раз потравим. Но, типа, дом это такая постоянно чехарда. Там гараж, там трава, там то, там все. Там по правилам надо траву косить раз в две недели. Потому что здесь в домах есть... Это, по-моему, называется хоа. Или как-то так. Есть, короче, такая книга, книга с правилами, которые нельзя нарушать. Например, если здесь вот у всех стоят деревянные заборы, как вы видели, у нас тоже стоит деревянный забор. То... Так, похоже, что ребенок не хочет спать. Деревянные заборы, если у всех стоят, то ты не можешь поставить железный забор. Вот. Если здесь там указано, что кирпич должен лежать в правую сторону, значит, он у всех домов должен лежать в правую сторону. То есть... Или если там, знаете, кушать надо по часовой стрелке. Вот что-то из такого вот правила. И есть такие правила, что нужно там стричь газон раз в две недели. Значит, его реально нужно стричь раз в две недели, иначе будут приходить письма, штрафы там и так дальше. Вот. Еще у нас здесь из таких интересных правил, что, типа, no politics, то есть никакие политические знаки выставлять, типа, за дом, там, флаги и так дальше нельзя. Это написано в правилах. Нельзя менять, типа, внешний вид дома. То есть даже владельцу этого нельзя делать. Не только, то есть нам, как арендаторам, а именно владельцу дома нельзя менять внешний вид дома. Есть такие дома или комьюнити, то есть где апартаменты. Но это больше в домах распространено, что можно сеять только определенный тип травы на газоне, на переднем. Ну и, соответственно, и на заднем оно там идет уже автоматом. То есть ты не можешь посеять ту траву, которую ты хочешь, ты будешь сеять то, что тебе написано в правилах. Вот. То есть вот такие здесь правила. И я эти 49 страниц перечитала для того, чтобы, ну, не попасть ни на какие штрафы. Потому что, ну, сами понимаете, не хочется, а по незнанию просто где-то там заплатить 50, 100, 200 долларов, типа, из ничего. Вот, такие новости. Еще у нас покупочки, покупочки. Вот, начало месяца все получили деньги. Поэтому я заказала малому, старшему малому. Сейчас покажу бутылку воды новую на Амазоне. Я не знаю, меня прям это в восторг ввела эта бутылка. Она, короче, тут не проливайка, закрывается классно. Она, в общем, супер. Тут у него рыбки. Он уже их всех поназывал, порассказывал мне, где кто живет. В общем, ребенок доволен, пьет воду. И она, сейчас покажу, вот так вот. Вот у него это лучше получается, чем у меня. Защелкивается, короче, она вот так вот. И тут есть кнопочка. Он ее любит нажимать, чтобы открывалась трубочка, короче. Устройство, игрушка. И для мамы, и для ребенка. Вот, еще я ему заказывала с Китая посылку с игрушками. В общем-то, вы можете лицезреть ее на полу. Это конструктор, как вы видите. И вот машинки. И еще вот этот, вот этот пистолет для пузырей. Короче, куча игрушек у него. Еще вот такой конструктор. Цветочки такие, которые между собой вот скрепляются. И вот так вот они, короче, можно из них делать разные фигурки. Он сделал снейк, змею. Вот, и играет с этим, как змеей. Так что. И еще сегодня жду. Тоже сделаю обзор, когда она придет. Игрушки для младшей. На Амазоне был какой-то deal. Типа специальное предложение. И можно было заказать такую целую коробку набор игрушек. За 29 долларов, там, по-моему, 5 или 6 игрушек. И это не бэушные игрушки, что радует. То есть, в основном тут по таким ценам, там, 3-4-5 долларов за игрушку. Это все бэу. Вот. И продается оно во всяких типа магазинах. Там, TJ Maxx. Я когда-то выставляла эти обзоры с этих магазинов. И так дальше. А тут на Амазоне было на новые игрушки. Такая классная скидка. Я решила, что вот, мне это точно надо. Я уже перестала заказывать все для насекомых. Начала опять заказывать все для детей. Вот. И сегодня мы, вернусь, были в футбанке. Мы поехали в центральный футбанк. Но там сидят более еще, типа, прошаренные люди, чем мы. И я уже там была. Там можно только один раз брать продукт. И меня вообще туда не пустили. Я такая, просидев 3 часа в очереди, думаю, класс. Но меня впустили туда в спокойствие. Но туда впустили и мою знакомую. А работница этого футбанка собрала мне сама пакеты. Ну, точно такие же, в принципе, как и тому, с кем я ездила. И мне это очень понравилось. Потому что, да, меня туда по правилам, типа, не впустили. Но она насобирала мне тоже пакет с продуктами. Что мне дали? Рис. Дали фрукты, овощи. Дали орехи, миндаль. Дали изюм. Дали фасоль. У них всегда дают в футбанках тут фасоль. Дали банку кукурузы. Дали... Что еще, Адам? Дали... А, типа, готовые супы с курицей. Ну, я детям, конечно, такое не даю. Но, типа, я их и сама не ем. Но, короче, пусть лежат. Лишними не будут. Вот. Что еще мне дали? Изюм, я уже вроде говорила. Огурцы, помидоры, апельсины, яблоки, лук, картошку. Вот. То, что мне дали. Все это, конечно, бесплатно. Ну, что это футбанк. И нам дали адреса футбанков рядом с нами прямо. То есть мы же переехали в другой район, и мы теперь, типа, относимся к другому футбанку. И мы не можем больше ездить в тот, который был, типа, там у нас. Вот. Хотя мы туда ездили раз в полгода. Но, тем не менее, иногда, когда я заставляла мужа со мной туда поехать, то, типа, мы туда ездили. Вот. Или я с папой ездила. Ну, что, как вы знаете, мы забрали моих родителей в Америку. И, собственно, теперь мы знаем адрес нового футбанка. Рядом с нами буквально, ну, 5-7 минут езды. Вот. Мы можем туда приезжать, набирать там тоже бесплатную еду. Но мы посмотрим, какая там еда. Вот. Если там хорошая еда, то я буду... Я планирую ездить, потому что у меня стоит машина. Я работаю, как бы, из дома. У меня есть возможность это делать. И считаю, что, типа, такая помощь, там, набрать продуктов на 200-300 долларов, это всё равно неплохо, типа, сэкономить. Потому что муж работает, у него, как бы, нет возможности ездить постоянно по этим футбанкам. То есть он там с 9 и до, условно, 6 на работе. Там бывает и до 4, но когда он приезжает с работы, ему уже не очень хочется. Ездить, как бы, в футбанке. Вот. Поэтому, типа, это моя забота. Вот. Если я хочу, то организовать весь процесс так, чтобы поехать в футбанк. Вот. Поэтому, типа, я хочу это делать, чтобы там 200-300 долларов, это всё равно, ну, нормальные деньги. И буду на этом стараться, типа, экономить. Потому что мы собираемся в другой штат переезжать. Вот. И я сейчас уже занялась слежкой. Я начала смотреть YouTube-аккаунты. Вот такие же там микро-влоги, какие я веду. То есть там на, ну, до 10 тысяч подписчиков люди, кто ведёт там блоги про свою обычную жизнь повседневную. Вот. И я смотрю за этими людьми. И они живут в нужном мне штате, в котором мы хотим переехать. Вот. И теперь будем, как бы, смотреть... Будем смотреть. Вот. Для того, чтобы готовиться к переезду, знать, какие там хорошие эрии, так скажем. Какие нехорошие, где какое место, куда нужно поехать, что посмотреть, какие там проблемы. То есть люди вот... Ну, не так же, как я. Есть те, кто прям каждый день выкладывает влоги. Вот. И, типа, интересно на это посмотреть, потому что сразу видны, как бы, все вот бытовые проблемы. Например, там, тараканы, ну, в апартаментах у людей в одном городе, у этого штата. Штат небольшой. Вот. Почему мы переезжаем, или даже не так, почему мы собираемся переезжать из Техаса? Потому что здесь, как на сковороде, я не могу это выдержать. И муж не может это выдержать. Меня это очень сильно раздражает, прям неимоверно раздражает. Я, типа, ну, я устала. Я не хочу жить в жаре, когда я летом не могу выйти на улицу. Выходишь на улицу, там эти змеи, скорпионы, осы размером со спичечные коробки. Вот эти все, блин, ящерицы, все вот это ядовитые пауки. Меня это задолбало. Я, типа, хочу в такой климат, где этого поменьше. Или чтобы, типа, ну, чтобы было чем дышать. Чтобы не было вот этих всех скорпионов. Не было этих всех ядовитых муравьев. Блин, зеро-буро-малинового цвета. Меня это так задолбало. И, типа, это первая причина. Вторая причина – это, ну, люди. Назовем это так обобщенно. Люди не американцы, а другой национальности люди, которые меня немножко тут подбешивают. И я хочу еще переехать из-за людей. Вот. Это не про наших родственников. То есть это не скандалы, интриги, расследования. Просто дело еще и в людях. В тот штат, в который мы хотим переехать, этих людей практически нет. Вот. И белиссимо просто. Меня это устраивает. Третья причина – мы ищем только консервативные штаты. То есть штаты недемократические. Потому что мы хотим жить как можно меньше людей, которые не определились, какого они пола и так дальше. Вот эта вот вся тема, чтобы жить подальше от этого. То есть это только консервативные штаты. Это еще одна причина. То есть, да, Техас в этом плане хороший. Но это не единственный в Америке штат, который типа консервативный. Где мало бомжей, где мало вот этих вот странных фриков, назовем это так. То есть в этом плане Техас хороший, но он не уникален. То есть в других консервативных штатах тоже этого нет. Очень религиозные штаты есть. Даже еще более религиозные, чем Техас. И это тоже супер. Это тоже причина, почему нам, ну, типа, хочется переехать. Потому что мы поняли, что не только в Техасе не нужны прививки. Не только в Техасе нет бомжей. То есть, ну, много городов в Америке, где нет бомжей на самом деле. Вот. Это тоже такая, типа, ну, не причина, но это, типа, галочка. Еще одна причина – это стоимость на дома. Мы хотим покупать дом, но в Техасе цены подрастают. И, как бы, вот мы с мужем обсуждали, да, если мы покупаем дом, то мы, как бы, ну, застреваем. Мы застреваем, ну, на пять лет точно. Потому что этот дом надо либо построить, если мы купим землю, либо привести в порядок. И это тоже нам, типа, не очень, потому что я не хочу жить в Техасе. Вот. Вообще, следующее лето я уже не хочу проводить в Техасе. Вот. То есть, цены на дома растут очень сильно и очень неоправданно. Я считаю, неоправданно. Да, сюда переезжают айтишники. Очень круто, молодцы. Всю Калифорнию сюда перевозим. Но, типа, меня это не устраивает. Вот. Цены на дома сильно завышены и переоценены, скажем так. Следующий момент – это… Что я ещё хотела сказать? Господи, я уже забыла, что я хотела сказать. Ну, короче, не очень. Мне нравится в Техасе. Конкретно в Америке. Вот их система, их… А, вот я вспомнила про систему. Система образования. В Техасе нету университетов с высоким рейтингом. То есть, ну, их просто нет. Университеты в целом есть, колледжи есть, но они не высокого рейтинга. Это просто очередные университеты. Я бы хотела, чтобы старший сын пошёл в школу при каком-нибудь университете более известном и более непопулярном, как это называется, лучшее качество образования, чтобы было, чтобы он шёл в школу и готовился поступать в хороший университет. Потому что я не хочу, чтобы он шёл в рядовой университет. Конечно, он может вырасти и сказать, мама, я вообще ни в какой университет не пойду, но это уже будут его личные трудности. Моя задача – дать ему возможность. Вот, поэтому я хочу, чтобы ребёнок шёл учиться в школу при университете обязательно в консервативном штате. Чтобы это был верующий штат, чтобы... Ну, то есть мы не отдаём его там в католическую школу, нет. Но мы хотим, чтобы это был верующий штат, и рядом был хороший университет, известный, с высоким рейтингом. Короче, вот так мы хотим, и ребёнок наш пойдёт либо в частную школу здесь, что очень дорого, но, типа, я буду готова и на это тоже. Либо вот в школу бесплатную, но при таких университетах, куда тоже нужно сдавать экзамены при поступлении. И я считаю, что, типа, я смогу подготовить ребёнка, чтобы он поступил в эту школу. То есть мы приложим все усилия, которые от нас зависят, чтобы он туда поступил. Сейчас ребёнку 3 и 3, 3 и 2, 3 и 3, примерно так. В школу ему можно идти через 2 года, и эти 2 года у нас есть, чтобы подготовиться к этой школе. Подготовиться не только там буквы и цифры выучить, которые он и так уже знает. Подготовиться — это, ну, систему эту понять, типа, подготовиться в плане узнать, как это работает, как туда поступить, что нужно сделать, за какой срок туда нужно подать документы. Потому что чаще всего это делается за год, типа, за полгода. Это очень, типа, небыстрый процесс. Вот. И всё это мы собираемся разузнать. В общем, если коротко, то ещё одна причина, почему мы хотим в тот штат, в который мы хотим, — это, собственно, качество образования. Вот. Ещё одна причина — это для кого-то здесь это, наоборот, плюс. Для нас лично это минус, это шумность, населённость. Типа, нам хочется такой, знаете, сельской жизни. Типа, вышел, у тебя огород, вот, поехал там, в магазинчик съездил и так дальше. То есть нам хочется более спокойный город, чтобы он был не маленький, но более спокойный, тихий такой, чтобы не было там каких-то громких событий. Ну, я не говорю о негативе, просто чтобы это был тихий, такой спокойный городок. Вот. И мы нашли, собственно, такой городок, в котором население общее порядка 400 тысяч, на минутку в осени 500 тысяч. Но при этом этот городок, он очень, типа, спокойный такой, размеренный. Там леса, домики, там нету постоянно вот этих над головой хайвеев. Их там просто не настраивают так. И оно вот как-то выглядит всё очень так коузи, знаете, очень уютно. И вот это нам очень нравится, эта тема. И мы, ну, нам это нравится, и мы хотим в таком месте жить, то есть более уединённом, чтобы не вот дом на доме вот так забор в забор, то есть, ну, какое-то уединение ощущать, вот, такое. А здесь это русскошь на самом деле, потому что все домики здесь строятся. Я думаю, вы видели в обзоре, что дом вот так, дом, 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 и всё. И, типа, делаешь, что хочешь. У тебя за забором соседи с одной, с другой, с третьей стороны. Там на выходе у тебя тоже дома и дорога, и ребёнок, если вышел, то у него вот, типа, 5 на 7 и забор. С другой стороны он вышел, там дорога. Да, двор – это классно, но не в Техасе, потому что здесь двор, как бы, и он всё есть, что нету. Ну, типа, новые дома, здесь у нас новые дома, деревьев нет. Деревья есть только в старых домах, а старые дома – это ужасно выглядит. Я бы в таком не жила, и мы делали выбор между деревьями и домом. И я сказала «дом», потому что в доме мы проводим больше времени, чем во дворе. Плюс сейчас лето, лето будет ещё 5 месяцев примерно, и, типа, очень жарко, и мы не сможем гулять на улице. Поэтому тот двор, он до одного места. Как я это уже выяснила, потому что даже бассейн, как я говорила раньше, классно. Демид будет в бассейне, да, он в бассейне аж целых 15 минут, а потом ему становится жарко, он красный, приходит под кондиционер, садится тут на плитку и сидит, просто выдыхает ещё 20 минут после такой прогулки. Поэтому нам точно здесь не нравится, и мы хотим переехать. И вот причины, почему нам не нравится, я назвала. И если вдруг вы смотрите моё видео, и вы ещё не в Америке, задумайтесь о том, готовы ли вы полгода сидеть с ребёнком дома, либо в машине, либо в детских комнатах под кондиционерами. Реально задумайтесь об этом. Готовы ли вы терпеть у себя прямо во дворе вот таких ос и, типа, змей, скорпионов? Да, типа, их травят. Их травят у нас вот в траве хорошо, что никого нет. Но никто от этого не застрахован. То есть сейчас сезон, и я понимаю, что мы обрабатываем, да, как бы всё, типа, готово к тому, чтобы ребёнок вышел на улицу, но никогда не знаешь, кто, откуда и куда заползёт. То есть никогда не знаешь. И вот это, ну, мне это не нравится. Также подумайте о том, что стоимость на жильё, стоимость там всего здесь повышается, а зарплаты остаются на месте. И, типа, я вот поняла, что штаты, ну, 90% штатов, я не говорю про Калифорнию и Нью-Йорк, и там ещё пар штатов, но в целом все штаты примерно одинаковые по цене. То есть одинаковые цены на продукты, одинаково, там, примерно стоит жильё, ну, кроме популярных мест. Но при этом уровень зарплат разный. Вот. И, скажем, вот в Остине, типа, зарплата там как бы на 1,6 месяца её хватает. Типа на полтора месяца одной месячной зарплаты. Это неправда. Потому что одной месячной зарплаты здесь хватает с горем пополам на месяц, при том учёте, что у мужа зарплата немаленькая. И мы хотим переехать в более ещё дешёвое место, в котором тоже есть та работа, которой занимается муж. Но что муж у меня не айтишник. И при этом как бы мы сохраним зарплату его, и жизнь станет дешевле, потому что там реально дешевле снимать квартиру. Вот это такой момент. И квартиры там дешевле, и дома там дешевле. То есть вот мы сейчас снимаем 2,300, 2,350. Плюс коммунальные услуги. То есть по сути это 2,500 дом. А там можно снять такого же качества дом за 1,800. И плюс коммунальные услуги. Это там 200 долларов те же самые. То есть это будет 2,000 с коммунальными услугами. Возможно, когда мы туда приедем, будет всё не так, как я смотрю сейчас на сайте, где аренда домов. Может, я не спорю. Но в целом там жизнь дешевле. Пока что. И земля там дешевле, и в принципе жизнь дешевле. В общем, мне нравится. Но я пока не буду рассказывать, что за штат. Когда мы туда уже переедем, тогда я расскажу. Вот. Такие вот дела рассказала. В принципе, сегодня более информативно, чем просто это блинчики, это дети. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы, о чём вам снять видео. Может, что-то интересно показать, рассказать. Я это сделаю. Ну и всем хорошего дня и пока-пока.